Теперь, когда мы знаем, что беспрефиксные коды удобно представлять строго двоичными деревьями, давайте соответствующим образом переформулируем задачу поиска кода Хаффмана. Будем считать, что на вход нам даются даже не символы, а просто их частоты. Мы уже понимаем, что только частоты важны для поиска оптимального кода. На выходе мы хотим видеть строго двоичное дерево, то есть дерево, напоминаю, у которого у каждой вершины либо ноль, либо двое детей. Листья, которые помечены нашими входными частотами, и которые минимизируют такую сумму. Сумма F этого умножить на глубину листа F этого. Глубина листа, которая помечена F этом. Это ведь на самом деле и есть длина закодированной строки. То есть действительно глубина листа, это и есть измеренная в количестве ребер, прошу прощения, это и есть длина соответствующего бинарного кода. И поскольку это и символ входит ровно F это и раз, то вот ровно столько F это умножить на глубину F этого, он и вложит битов в результирующий код. Перед тем, как мы будем искать это дерево, давайте на самом деле сделаем еще один трюк. Мы присвоим частоты не только его листьям, но и внутренним вершинам. И присвоим следующим образом. Давайте просто в каждой вершине пойдем по дереву от листьев до верха, и каждое вершине присвоим частоту, равную частотам ее двух детей. Вот в этой, например, вершине напишем частоту 8, а в этой напишем 8 плюс 10, то есть 18. Написано здесь не просто 8, а именно 5 плюс 3 и 5 плюс 3 плюс 10. Вот для чего. Вот давайте заметим теперь, что частота, не частота, то есть а сумма частот всех-всех-всех вершин, кроме корневой, как видно здесь, это и будет длина нашего кода в битах. Ну почему? Например, вот эта вот частота 3, частота символа D3, она учтена, вот эта тройка, она дает вклад в частоту вот этого листа, плюс вот этого листа, плюс вот этого листа, то есть ровно 3 раза она учтена. У нее глубина 3, и вот 3 раза она учтена. То же самое с пятеркой происходит. У нее глубина 3, ровно 3 раза она и учтена. С десяткой происходит следующее. У нее глубина 2, поэтому эта десятка посчитается здесь и здесь. Соответственно, если мы просто просуммируем в таком дереве сумму всех частот, мы получим длину кода. Так, давайте еще раз это произнесем. Формально мы частотой некорневой вершины назовем количество раз, которая вершина будет посещена в процессе кодировки или декодировки. И мы с вами только что показали, что для нахождения таких частот внутренних вершин достаточно просто пройтись по дереву и в каждой вершине записать сумму частот ее детей. Итак, задача у нас теперь переформулировалась до такой. Мы хотим найти строго двоичное дерево, в котором в каждой вершине написано какое-то число, но с таким специальным свойством, что в листьях написаны частоты наших исходных символов, а в каждой внутренней вершине написана сумма частот ее детей. И мы хотим найти дерево, у которого сумма пометок будет минимальна. Теперь мы подходим уже совсем близко к надежному шагу. Давайте подумаем, что же мы про это дерево вообще можем сказать. Где должны, например, располагаться две минимальные частоты. Ну вот утверждается, что обязательно есть решение, в котором две минимальные частоты будут просто листьями на самом нижнем уровне, и можно даже считать, что они будут братьями. То есть наше дерево будет выглядеть вот так. Вот вершина, в которой написана самая маленькая частота F и Т, и вершина, в которой написана частота FG, и она тоже вторая, например, по минимальности. Они являются братьями, то есть детьми одной и той же вершины, ну и все остальное дерево как-то там, вот как-то выглядит. Почему можно считать, что такое оптимальное дерево обязательно есть? Ну потому что, если бы вдруг случилось, что есть какое-то другое дерево, в котором самые две нижние вершины помечены не F и Т и FG, тогда F и Т и FG можно просто перенести сюда ниже. От этого нам может стать только лучше. От того, что у более... То, что F и Т и FG станут более глубокими вершинами за счет того, что какие-то другие частоты станут менее глубокими, может стать только лучше, поскольку F и Т и FG – это две минимальные частоты. Правильно? Итого, можно быть уверенными, что есть оптимальное решение, в котором F и Т и FG, где F и Т и FG – это минимальные частоты, они являются братьями. И они висят на самом нижнем уровне. Теперь у нас есть вот какой есть приятный и надежный шаг, который следует из того, что мы теперь всем вершинам дерева присвоили частоты. Приятность заключается в следующем. Раз уж мы знаем, что F и Т и FG являются братьями одной и той же вершины, которая где-то там внизу в дереве, давайте F и Т и FG из нашего множества всех частот выкинем, а вместо них положим и их родителя, в котором частота будет записана, мы знаем, какая это – F и Т и FG. F и Т плюс FG. После этого у нас получится задача, в которой нам надо вот для оставшихся N-1 частоты построить оптимальный код, то есть оптимальное дерево. А это та же самая задача. То есть мы свели задачу от N-частот к N-1 частоте. Давайте теперь на примере попробуем пояснить, чем же мы занимаемся. Вот мы хотим построить оптимальное дерево, строго двоичное, у которого листья будут помечены вот такими вот частотами – 10, 3, 5 и 21. И мы хотим, чтобы минимизировалась при этом сумма пометок во всех вершинах, кроме корневой, со следующим свойством. В каждой вершине сумма… В каждой вершине частота, которая написана, это сумма частот, написанных в ее детях. Как же мы это будем делать? Как мы уже договорились, можно считать, что… Не можно считать, а мы знаем, что есть оптимальное дерево, в котором вот две минимальные частоты, 3, 5 в нашем случае, являются братьями, являются детьми одной вершины. Ну давайте вот следующим образом это отметим здесь. Мы заведем новую вершину. В ней напишем число 8. Это сумма наших двух минимальных пометок. После чего активными будем считать только вершины 10, 8 и 21. То есть мы знаем, что под 8 будут болтаться вершины 3 и 5. А теперь нам надо построить оптимальное дерево, листьями которого будут 10, 8 и 21. Здесь мы продолжаем делать то же самое. Мы находим две минимальные вершины, это 10 и 8. объявляемых детьми новой вершиной, в которой будет написано 18. И после этого нам надо найти оптимальное дерево, которое будет содержать листьями вершины 18 и 21. Ну, такое, когда надо найти дерево, содержащее только две вершины, у нас выбора никакого нет. Поэтому получается вот такое. Вот получилось такое вот дерево в данном конкретном примере.